Продолжение следует... 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 Вместе с глюкозой в меньшей степени это будет информативно в данном случае, однако и в некоторых случаях все-таки применяется. И все-таки, как бы, скажем так, не хотелось нам поставить диагноз, если мы абсолютно уверены по методу невозимной диагностики, что это все-таки лимфома, то неизбежным является получение морфологического подтверждения данного заболевания. И золотым стандартом является стереотоксическая биопсия опухоли. Это разные варианты, безрамные, рамные рамки, биопсийные, способы получения материала. В нашем институте мы используем способ получения материала на ангиографической установке, где мы фактически забираем ткань под рентген-контролем. Получается довольно хорошая точность, мы сможем контролировать положение игры в пространстве интероперационно. И также есть интересный симптом, мы заметили при лимфомах. В общем, когда ее, если взять кусочек лимфомы из середины ткани, она как сворачивается внутрь. Никакие другие опухоли головного мозга так не делают. Но, в общем, такое некое интересное наблюдение. И хотелось бы рассказать несколько клинических случаев на примере, как пациенты доходят до стереотоксической биопсии, и что это нам дает. И, в общем, это на самом деле довольно показательные случаи. Первый – это пациентка 37 лет. В 2021 году было в помощи лазерной коагуляции какие-то удаленные папиломы в левоподмышечной области. Далее развивший генерализованный судорожный приступ был доставлен в городскую больницу. И на КТ был выявлен локальный участок пониженной плотности в области заднего рука левого бокового желудочка. На МРТ впоследствии было выявлено некое новообразование, вероятнее всего, вторичного характера, метастатического до 9 мм в диаметре. В меньшей степени было подозрение на демилизирующие или инфекционные процессы. Было обследовано полностью, пациент никаких очагов других не было. Хотя ввиду анамнеза удаления некой папиломы, неизвестной нам, были предположения все-таки о меланоме. Вот так выглядела эта картинка. Но на данном слайдах мы видим, что в книзу от указкой получится. Вот видите, здесь помимо зла есть еще некий такой вот муар, что называется зона контрастирования, довольно характерная для лимфомы. Таким образом, лимфома все-таки у нас предполагалась. Пациентке было выполнено помимо МРТ, под КТ, где мы видим довольно повышенную метаболическую активность данной зоны. Вот. И была выполнена биопсия этого новообразования. Вот интероперационная картинка под, в общем, реневскими контролями, назад на глубину погрузили иглу. И забрали тут небольшое количество материалов. Как правило, это 5 столбиков тканей диаметром 1 мм и длиной 10 мм. Впоследствии мы получили вот такой вот морфологический ответ. Это Б-клеточная лимфома высокой степени злокачественности с Кэкспрессией ЦМИК и БЦЛ-6. Вот. Соответственно, пациентка дальше уже проходила лечение на базе гематологического отделения нашего института, куда она была передана после гистологического заключения. Следующий клинический случай. Мужчина 47 лет. Довольно интересная ситуация. Развился генерализованный судорожный приступ. Дезориентация, нарушение речи. Было сделано КТ, где было подозрение на ишемический инсульт. Дальше была сделана электроэнцефалография. Там были признаки эпилептической активности. Было сделано МРТ. Было многоочаговое поражение головного мозга с сотрудниками одной из городских больниц. Было проведено консилиум среди рентгенологов, где было принято решение отменить меньшую значимость диагноза лимфомы и большую значимость демилизирующего процесса. Пациент был обследован и рекомендовано обследование в динамике. Выписан с диагнозом некого демилизирующего заболевания. Дальше пациент повторил исследование МРТ и ПЭТ, как ему было рекомендовано, через 8 недель, где явные признаки были лимфомы. Которая описывалась и по МРТ, и по высоким индексам накопления на ПЭТ-КТ. Вот так вот это выглядело на МРТ. Как вы видите, дохили расплывчатые очаги. Разностороннее перечисленное множественное поражение такое. Вот так это выглядело на ПЭТ. Как вы видите, зону гиперментаболизма, аминокислот в этой зоне. И выполнено было стерестическую биопсию, и диагноз оказался отнюдь не лимфомой. Это, к слову, о важности верификации данного пациента. Морфологическая картина соответствует инглиальной опухоли ГРАИТ-3, что было подтверждено последствия уже молекулярно-генетическим исследованием. Это, к слову, о том, насколько бы мы не были уверены по неймазийным методам диагностики, что бы мы ни пытались сделать, все-таки кусочек опухоли взять нам надо. Следующая пациентка 1971 года, пациентка очень низких месяцев начала затруднения при движении правой рукой, была доставлена в областную больницу, где на КТ было выглядело гигантское новообразование, располагающееся в левых лобно-височно-теменных долях с выраженным смещением срединых структур. И на МРТ данный диагноз на образование был подтвержден с довольно грубой дисфлокацией на 15 мм. Вот так это образование выглядело на КТ, так же оно выглядело на МРТ. Если нейрохирург посмотрит на данные снимки, он скажет, что это же птериодальная менгиома, надо бы ее удалить. Однако, если на фронтальных снимках открыть, то мы видим такое некое многоочаговое поражение, где, опять же, довольно размытые края местами. И, в общем, мысль о том, что это может быть не менгиома, закралась к нам сразу же, и была выполнена биопсия, и мы получили диагноз диффузной Б-крупноклеточной лимфомы, что впоследствии позволило пациентке на соответствии с лечения. Правда, с учетом ее возраста, там агрессивность лечения достаточно ограничена. Следующий пациент 51 года прошел очень длинный путь. С дебютознаболеванием в виде слабости, а не менее в левых конечностях. Опухоль располагалась теменной долей. Он был госпитализирован по поводу данного заболевания в городскую больницу. Там были КТ-признаки на образование темной доли правой гемисферы и свинечения средних структур влево. На МРТ подтвердилось данное образование, и пациенту выполнила была декомпрессивная трепутация правой темной области с удалением этой опухоли для последующего гистологического исследования. Вот так это выглядело образование на КТ и на МРТ до операции. Гистологическое заключение удивило всех. Опухоль визуализирована не была. Ткань головного мозга была пересмотрена в нескольких крупных федеральных учреждениях. Везде специалисты сошлись в мнении, что опухольского материала в данном блоках не содержится. А тем не менее у пациента прогрессирует симптоматика, и по данным МРТ имеется остаточная ткань опухольного образования и выражены артефакты в зоне пропила черепа. Это нюанс, когда пропируется череп пилками джигли, там остается металлическая стружка, и мы видим такие вот довольно яркие наводки. Как видите, опухоль на месте, тем не менее, она еще и увеличилась в размерах, помимо того, что есть дефект черепа. Дальше пациент сделал ПЭТ-КТ. Как видите, на ПЭТ-КТ, на зону гиперметаболизма, соответствует расположению опухоли. Мы решили выполнить стереотоксическую биопсию, было подозрение, что это все-таки лимфома. И заключение опять же на суде было, опухоли найдено не было. Фрагменты ткани головного мозга, было рекомендовано генетическое исследование, где не было выявлено никаких признаков тоже опухолевого поражения. Была проведена проточная цитометрия ликвара, проточная цитометрия крови, где не было выявлено данных за нехоческинские лимфомы. Это, к слову, не биопсийная диагностика. Лимфом ЦНС. А тем не менее, опухоль у пациента росла, увеличилась в размерах. И с учетом нарастания симптоматики, пациент с этой опухолью перевалил за Новый год. В январе месяце у него появление, расширение зоны гипостезии в области левой стропы, вообще по левой половине тела. И периодически сенсорные приступы, распространяющиеся маршем. Было принято решение о том, что мы не смогли набрать уже за два вмешательства материал. Решение об удалении этого новообразования, социализирование неврологической симптоматики, а также забора довольно большого количества материала для последующих исследований. И диагноз диффузной бэкородотличной лифома был подтвержден. Таким образом, пациент уже дальше был направлен к нашим специалистам-гематологам, которые уже продолжили его лечение. И вопрос хирургии лифом. В подавляющем большинстве гайдлайнов пишется, что лифому оперировать не надо, что это абсолютно не требуется и лечится она другими способами. Однако, помимо вопросов именно сугубо онкологических, гематологических, есть вопрос о неврологической симптоматике и нейрохирургической проблемы. Если лимфома довольно большого объема, то мы с целью купирования сейчас острого статуса должны что-то с этим сделать. И не всегда диффузной бэкородлистом имеет тот достаточный эффект, который ему приписывается в отношении лимфом. Кстати, вот все предыдущие примеры, это пациенты, которые получали дексаментазон у себя на постоянной основе еще до взятия биопсии. То есть да, лучше его не применять. Однако, если неврологическая симптоматика не позволяет нам этого делать, то все-таки назначить его нужно. Это будет хуже, если пациент перестанет, допустим, ходить или двигаться. И, соответственно, есть некоторые сообщения о том, что якобы хирургия лимфома увеличивает их в дальнейший безрецидивный период. Однако, это все-таки действительно в первую очередь химиотерапевтическая проблема. Хотелось бы в данном случае, в данном контексте продемонстрировать пример пациентки 68 лет. Она вызвала скорую помощь в связи, сосед вызвал скорую помощь в связи с заторможенностью пациентки. Она дезинфицирована была во времени. На категоловного мозга было выявлено метастатическое поражение. С дисфокацией срединных структур на МРТ эти данные подтвердились. Довольно большое опухоль узел, размерами 6 на 5 на 5 сантиметров. И было проведено обследование всего организма. Небольшой асцит был, киста яичника. В общем, никаких значимых лимфоузлов или других опухолепоражений выявлено не было. Вот так вот выглядела эта картинка на МРТ. Это довольно характерная лимфома, типичная смещение срединных структур, довольно выраженное. Была выполнена стереотоксическая биопсия этой опухоли. Получен диагноз диффузный бэк-крупно-облеточной лимфомы. Однако пока пациентка, мы дожидались ответа гистологической, пациентка лежала на стационаре. Произошло нарастание неврологической симптоматики в виде угнетения сознания до уровня сопора. И, соответственно, с усилением отека левого полушария. Здесь эвакуационным синдромом. И ничто не осталось, как выполнить пациентке срочное хирургическое вмешательство в объеме декомпрессивной трепанации черепа и удаление этой опухоли. Как вы видите, опухоль мы из левой сочной глости убрали. Эффект черепа достаточный для того, чтобы, скажем так, не было гипертензионного синдрома щепного. И далее пациентка уже была направлена на лечение, соответственно, к профильным специалистам, к специалистам-гематологам. Дефект черепа – это все-таки косметическая ситуация, а первичное ее заболевание – это лимфома. На этом все, что я хотел рассказать. Спасибо большое.